Он сам подошел и сказал, а че меня твой Фикус слатает в Броки? Ну ты к нам-то пойдешь? Никаких проблем нету. То есть, если Герман говорит да, то ты, в принципе, не против. Мы Броки, нам похуй. Привет, друзья, это Егоров. На нашем канале Брокбой слишком много контента сейчас, поэтому часть его переезжает на канал Едим Спорт. Говорю вам сразу, здесь, сейчас мы сделаем предложение одному из тренеров, которых вы выбирали у нас в Телеграме и на Ютубе. Кстати, напоминаю, когда у нас будет 50 тысяч подписчиков на канале Броков на Ютубе, то мы разыграем в футболке, а когда 20 тысяч подписчиков в Телеграме, то мы возьмем интервью легенды Сергея Давыдова. Вот часть этого интервью. Мы Броки, а нам похуй, с кем играть нахуй. И так, друзья, в своих голосованиях вы обратили внимание на следующих тренеров. От Аркушинашвили, непонятно, правда, почему это тренер, Валерий Газаев, Александр Мостовой, Александр Григорян. Ну, еще один человек из Амкала. В общем, друзья, сейчас мы со всеми проведем переговоры. Поехали! Его Ромарой за 70 брал. Пытался подписать, но он отказался почему-то. Ну, у нас бюджеты... Что с бюджетом ловчего освободился бюджет? Плавное, 72 можем дать. 80. Может, хоккей играет? Бля, почему они такие ЧСВ-шные трубку не берут? Ну, ладно, с мостовыми ничего не удается. Звоним Газаеву. Газаев известный специалист, который выигрывал Еврокубки, который выигрывал Ливерпуле в Суперкубке, и там чуть-чуть не повезло, рукой забили. Первый финал, который я видел в своей жизни, это Кубок Уйфавул, где Спортинг переехал тогда ЦСКА. Наоборот, ЦСКА Спортинг приехал. Ну, я говорю, где Спортинг, переехал ЦСКА. Ладно. ЦСКА переехал Спортинг. Короче, АУ в Газаев уже есть. Сейчас я так пока мало представляю, как это да. А когда позвонить желательно? Не знаю, Дим, наверное, на той неделе, Дим, если сможешь позвонить. Я думаю, что не считается. Я считаю, что мы не можем иметь столько времени в запасе, чтобы звонить на следующей неделе. У нас оперативный штаб должен принимать решение здесь и сейчас, буквально сегодня. Отменяем эту кандидатуру. Ну, ладно, есть еще промежуточный вариант с Александром Григорианом. Но одна проблема, он тренер женского ЦСКА. Топ-клуб. Я ничего не понимаю. А мы кто вообще? На женском ЦСКА вот Артем Рыженко работает. Он, наверное... Тём, слушай, вопрос такой. А Григориан ведь в женском ЦСКА работает, да? Так что в броке он, скорее всего, не пойдет, да? Ну, не, не пойдет, я думаю. Он, да, он с девчонками работает, там, в принципе, все всех устраивает. А, ну, то есть там он, ну, типа, прикольный тренер, да? То есть если он из ЦСКА уйдет, а мы уже в Лигу Чемпионов пробьемся, то можно будет его к нам. Ну, да. Ладно. Он реально нормальный, в принципе. Вот так что... Но не сейчас. ...еще получится, да. Не для нас его ягодка росла, короче. Ладно. Да, да. Давай. Обидно. Да он не брок этот Григориан, сразу понятно, блять. Тренер там ЦСКА, МСКА, блин. Че-то попроще можно, наверное? Вы мазохист. Просто поразительно. Че-то у нас пока с поиском тренеров не клеится. Звонить Кушинашвили. Ой, давай. Данный вид связи недоступен. Пожалуйста, перезвоните в справочную службу в вашей сети. Все, сука, пойду его менеджеру позвоню. Я очень надеюсь, что сумма не страшная. Знаешь, как ты запросил? Сколько менеджера, вот. Сколько? На три месяца. Сколько? Угадай. По-честному, я отвечаю. На три месяца? Да. Блядь, 15 миллионов рублей? Ну нет, блядь. Ну, одна тренировка в неделю, одна тренировка... Один этот... Один матч. 300 тысяч? Нет. Больше. 750? Ну, примерно такая сумма, блядь. Да ну, нахуй. Это получается за час, за час удовольствия, блядь, счастья с броуками. Это примерно у нас 8 появлений в месяц и 24 появления примерно 30 тысяч в час, блядь. Ты человек, который не умеет ни тренировать? Я ваху. Я ваху, честно сказать. Такие деньжищи, блядь. Я в жизни столько не держал. Не я, блядь. Пиздец. Что делать? Так, мостовой на Игноре, Газаев на Игноре, Семину лично я засал звонить, потому что у него один ботинок стоит. А ты знаешь, на чем Семин ездит? На чем? На голубом Бентли с белым кожаным салоном. Ну, можешь себе позволить, блядь. Ну, вот, поэтому, да. И что, кому? Ну, кому, блядь. Вам Кал звонить будем. Сначала Иван, потом Герману, блядь. Там что, согласуют? Ну, а что, надо? Ну, Михалыч за тридцатку согласится, блядь. Что ему там платят? Десять, там, Каля. Да, я думаю, не десять уже. А сколько, блядь? Двенадцать семьсот? Я думаю, там дать тысяч триста. Иди нахуй. Ну, то есть, ждешь предложения, если что? Не, я не жду предложения. Типа, если на Геру выйду, скажут, Геру скажет. Ну, вот, и там будешь тренером, тогда, может быть, можно рассмотреть. Если все сойдется, тогда можно. Вот этот вопрос Михалыч задавал Фикус. Даже представить не мог, что мы сделаем официальное предложение. Но сначала Михалыч трубку не брал, поэтому мы позвонили Иванычу. Он сначала сказал, нет, Михалыч никуда не пойдет. Но Иваныч не принимает таких решений. Йоу. Мы еще позвоним Герману. Потому что это мой помощник, и я не хочу с ним расставаться. Ага. Просто он сам везде в соцсетях пишет, что там броуки, броуки. Телефон вы знаете. Ну, он пишет, потому что вы ему сделали предложение. Ну, официального не делали. Ну, что, вы уже делали предложение, а не было? Официальное не делали. Ну, официально. Неофициальное же сделали. Ну, неофициальное, личное, личное, нет. Мы просто в соцсетях объявили о заинтересованности. И он как бы отвечает на эту заинтересованность. То есть, условно, вы, как глава тренерского штаба, его не отпускаете. И нужно Герману тогда. Ну, лично я, нет. А как решит Андрей Михайлович, ну, вот, все зависит от него. Ну, просто вы не с ним в тандеме приходили. То есть, у вас уже такой образовался, да? Химия, химия такая. Ну, да. То есть, я говорю, что и все устраивает, и как человек, и как профессионал. То есть, никаких проблем нет. И мне будет очень жаль, если он покинет. А нам же что делать? У нас тренера нет, там, медийный турнир скоро начинается. Нас нужно спасать. Артем, 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 ну, есть много тренеров свободных сейчас. Вот, смотрите, Рома позвала Филимонова. Есть еще свободные тренеры, которые сейчас без работы в данный момент. Сейчас, кстати, без работы, я не знаю, Кузнецов будет в Тудрос? Да. Да, да. Ну, значит, еще есть. Спасибо, но пока мы позвоним Михайловичу. Ну, ваше право, Дим. Я не могу вам запретить это сделать. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, Денис Иванович. Увидимся за послезавтра. Может, я тоже буду. Короче, нужно готовить котлету. Просто так германовских не переманишь. Давай Герману позвоним. Смотри, такой серьезный вопрос. Михайлович несколько дней подогревает у себя в соцсетях возможность перехода в броуком. Я, насколько знаю, у него нету суммы отступных в контракте. Вот. В принципе, он готов переходить к нам. Я поговорил с ним? Ну, судя по тому, что он в соцсетях пишет. Ну, вообще нет. Вообще, я с ним вчера разговаривал. Он сказал, что он не готов. А, зачем он так? А ты его не отпускаешь? Или ты по этому поводу ему звонил и хотел его уже как бы нам отдать? Нет, я не звонил ему. Мы с ним на тренировке еще разговаривались. А, и ты спросил у него, готов ли он к броукам идти? Нет, я не спрашивал. Просто он сам подошел и сказал, а что меня твой фикус слатает в броуке. Все, это его просто ребята троллят. А, и он сказал, что к нам не пойдет главным? Ну, я не знаю. Он сказал, никаких предложений не было. Я никуда не собираюсь. Спросил меня, нужен ли он нам калу. Я сказал, конечно, нужен. И все. Понял. А ты можешь, пожалуйста, его телефон скинуть? Ну, так, так, просто, чтобы у нас был. На всякий случай. Скинь, пожалуйста. Вот. Ага, а я перезвоню, спасибо. Так, просто посмотри, что за цифры там. Спасибо. Давай. Так, интересно. Надо теперь знать не только, какие цифры номера телефона, но и какие цифры на БНКК он в конце месяца падает. Естественно. Исходя из них будем отталкиваться. У нас-то смета есть. Факт. Мой страх потерял. Это фикусы напугают кенты твои. Потом трубка не берет, да. Это уже Герман успел набрать. Мы не оперативно, понимаешь, позвонили. Ну да, нужно сначала узнать, прежде чем звонить Михайловичу. Может, там какая-то залупа с фикусом получается. Может, он просто доебался до нас. А почему они трубки не берут? Звонит. Фикус! Алло. Ты на связи под диктофон? Понял, я кушаю. Ну, ничего. Приятного аппетита. Смотри, такой вопрос. Надеюсь, не мясо. Тебе известно что-нибудь о том, что Михайлович к нам переходит, учитывая, что ты это разгонял? Может, он тебя просил? Я пытался. Он меня не просил. Он мне четко пытался сказать, что все только через Германа. Он сам, естественно, предпринимать не хочет. И вчера он в своем маленьком телеграм-канале написал, что дворы играют без тренеров. И предложил вам, чтобы у вас тренера вообще не было. Так он-то тренером и не является. Тренер Зубко, а он как раз-таки... Я его и этим пытался заманить. Я говорю, вот ты вомкалишь, что фишки расставляешь, мячки носишь. А там придешь, будешь всем писты давать. Будешь право имеющим. Ну, вот именно. А сейчас он, тварь дрожащая получается по-достоевскому. Ну, вот так. Можно и так считать. Надо ему... Герман, в принципе, не против. Сказал, что нужно с Михаловичем поговорить. Я ему сейчас позвоню. Но ты его высоко оцениваешь как специалиста. Я лично, да. Я идеально его оцениваю. Вспомни матч в Казахстане. Просто какой тяжелейший матч. И как он переломил это. Как разделал-то настроил. Вот на тренировке сколько было конфликтов. Помнишь, там Маменко с Мадрином чуть не понравился. У нас еще кто-то с кем. Он все это успокоил. Правда, манишки забыл забрать из Казахстана. Ну, у нас Саня ФИФА есть. Это нормально. Да, это вот. То есть у вас Саня ФИФА должность начальник. Это он просто постоянно дежурный. Да. Понял. Хорошая должность. Ну, бабки за это получают. Excuse me, бля. Поэтому тут, конечно. Все, тогда да. В Мамкале просто бесплатно дежурит. Ну, бывает. У нас другого уровня клуб. Прости, брат. Ладно, спасибо тебе большое. Мы тогда Михалцу будем звонить. Ну, желаю вам хороших переговоров. Спасибо. Я буду Михаловича нельзя просто отпускать. Спасибо огромное, доседание. Все, до свидания. Молодец, Фикус. Ну, Михалыча будем брать, да, по итогу. Ну, что остается? Какой бюджет? Какой бюджет вкладываем? Если там у него 15, то давай 27. У меня первая зарплата 27 была. Мы, бродяги, зарплату не получаем. Да, по-любому, Герман подговорил, шпан-трубку не брал. Михалыч, возьми трубку. Ладно, сам позвони. Михалыч, привет. Привет. Слушай, ну ты к нам-то пойдешь? Это что, предложение? Да. Шорт-листи меня нету. Как-то нету. Так. Так это шорт-листия болельщиков. Они ничего в жизни не знают. Слушай, я... Смотри, у нас с Герой есть определенные договоренности. Если что, мы под диктофон. Ну, я понял. Да. Вот. Которые я в любом случае нарушать не буду. То есть это надо все равно с Германом разговаривать. В первую очередь. Не из-за того, что он решает, да, куда я иду, куда я иду. Не из-за того, что у нас с ним, ну, как бы, есть определенные обязанности. Угу. У нас был разговор, что мы до определенного срока работаем вместе. Угу. Но контракта у тебя нет, насколько я знаю? Это первое. Ну, у нас, да, у нас усы. Угу. Так что... То есть, если Герман говорит «да», то ты, в принципе, не против? Ну, Гера так вряд ли скажет. Просто нам в воздухе сначала можно обсуждать это все. Ну да, но он... Вот. Просто у нас турнир начинается через неделю. Вот. Если вот Герману я звонил, он сказал позвонить тебе. Вот. Поэтому, в принципе, ты можешь высказать, ну, какие-то пожелания, условия. Слушай, я на самом деле, ну, как бы, не сказать, что следил особо. Вот, посмотрел последний выпуск про Ловчего и выпуск, когда вы игрались на спорте. Вот. Надо будет все это посмотреть, обдумать еще. Вот. Потому что я тебе так сходу не могу сказать. То есть, я говорю, я не рассчитывал на какое-то предложение особо. Вот. То есть, до этого там Фикусу побросил. Вот. Но я не думал, что ты мне позвонишь. Вот, расскажешь. Я понял. Ну, тогда мы сейчас звоним Герману и говорим, что вот до понедельника желательно, до воскресенья после матча с на спорте, если получится какое-то там решение обдумать. Ну, слушай, ну, давай так, что в любом случае ты позвонишь Гере, и я в любом случае с ним сижу сегодня или завтра. Вот. И, то есть, я как бы вообще ни сейчас не представляю, как это может выглядеть, типа, Герман, там, можно ли мне идти, или там, можно ли не идти. Просто мы обсудим вообще заинтересованность его ко мне, да, здесь, какая часть этого всего, ну, насколько он заинтересован, вот, насколько, как бы, я нужен и так далее, вот. И вообще, и в момент совмещения, допустим, как вариант возможен. То есть, ну, опять же, я с ним поговорю тоже, все это обсудим, а потом, верно, вот. А я просто не понимаю, вот, ты ему сейчас позвонишь, и так же в лоб спросишь. А я уже звонил. Ну, вот. Ну, вот что он скажет, он сейчас скажет, это, пока он решает сам, надо ему это или нет. Правильно? Ясно. Ну, в общем, встречаемся на матче с на спорте, и там обсуждаем после игры, чтобы до не мучиться. Респект. Он устал от тебя, Диман. Ладно. Увидимся в следующих выпусках, друзья. Пока. И тут троеточие. Интрига. Интрига.